Последний гражданин СССР, космонавт, которого забыли в космосе. Как сложилась жизнь Сергея Крикалёва? Можно ли быть забытым на космической орбите? Ну, если предположить, что можно вернуться с неё гражданином несуществующей страны-то да. У Сергея Константиновича Крикалёва всё так и получилось. Сергей Крикалёв ныне занимает особое место в российской околокосмической сфере. Но надо сказать, что человеком необычными он был, что называется, с молодых ногтей. Будущий космонавт появился на свет в 1958 году. Уроженец Ленинграда, любитель и знаток истории родного города, он решил, однако, связать профессиональную судьбу с инженерным делом. Его альма-матер стал Ленинградский механический институт, более известный как Вейнмех. Очевидно, проявил себя там студент Крикалёв достойно, ибо после окончания в 1981 году учёбы он попал на работу не куда-нибудь, а в НПВ «Энергия» — одно из важнейших предприятий отечественной космической отрасли. И дела на работе тоже пошли сразу неплохо, ведь за четыре года работы Крикалёв успел побыть разработчиком методик работы в условиях космоса, испытателем оборудования и сотрудником наземной службы управления. В 1985 году он был одним из специалистов энергии, разрабатывавших технологию и руководивших процессом устранения серьёзных неполадок на станции «Салют-7». После этого его и определили в кандидаты на полёт в космос, причём после основной подготовки направили в группу «Буран» — советского проекта корабля многоразового использования. Хоть и не на «Буране», но слетать в космос Крикалёву довелось целых шесть раз. Он — первый россиянин, совершивший такое. Общая продолжительность его пребывания на орбите составила более 803 суток, и это был рекордный показатель в течение 10 лет. При этом 4 из 6 его полётов были продолжительными — от 140 до 311 суток на орбите. Он совершил 8 выходов в открытый космос и провёл там более 40 часов в общей сложности. Космическая специализация Крикалёва была исключительно технической. Только один раз, в последней своей экспедиции на орбиту, он исполнял обязанности командира экипажа, а в остальных случаях был либо бортинженером в советских и российских экспедициях, либо специалистом полёта в американских. Так что на шаттлах ему полетать тоже довелось, хоть и не на отечественных. Сергей Константинович оказался первым россиянином, допущенным США до подобной программы. Говорят, в 1994 году он на свой страх и риск починил забарахлившую систему вентиляции челнока, пока его американские коллеги смиренно ждали рекомендаций по этому поводу с Земли. Действия россиянина избавили экспедицию от серьёзной угрозы, ибо в повреждённой системе уже начинал замерзать конденсат. Нерентабельный гражданин СССР, но наибольшую известность Крикалеву принёс его второй полёт. Его плановая продолжительность должна была составить пять месяцев, а реальная оказалась лишь малость меньше года. Столь значительные отклонения от сроков и породили легенды про забытого космонавта. Можно ли быть забытым на космической орбите? Ну, если предположить, что можно вернуться с неё гражданином несуществующей страны тогда. У Сергея Константиновича Крикалева всё так и получилось. Понятно, что никто Крикалева на орбите не забывал. Все, кому положено, прекрасно знали и помнили, что он там. Космонавт имел постоянную связь с Центром управления, получал инструкции, отчитывался о проделанной работе. Мало того, он даже находился на станции не один. Просто напарники у него менялись, а он оставался. Дело было проще и одновременно даже как бы хуже, простой забывчивости. Дело в том, что во второй полёт Крикалёв вместе с Арцебарским. Третьей в их компании была британка Шарман. Личность в истории освоения космоса весьма странная, ибо попала она туда. С кондитерской фабрики «Марс». Отправились 18 мая 1991 года. По стране вовсю грохотала тяжёлая поступь рыночной рентабельности и товарно-денежных отношений. С их точки зрения, просто исследования космоса, требующие больших затрат, были недопустимы. Рынок требовал доходности и поисков альтернативных источников финансирования. Да подлинно вряд ли станет известно, что же произошло. Весьма живучим оказался слух, что Крикалёву сообщили, что на его возвращение домой не хватает средств. Столь же живучая и версия насчёт добровольности подвига космонавта. Но все знают, как иногда вызывают добровольцев. Пойдёшь ты, ты и ты. Во всяком случае, тут явно были замешаны деньги, а не забывчивость. Была изменена программа дальнейших полётов, и в результате действительно получалось, что одному космонавту не хватает места для возвращения. Хелин Шарман отправили на Землю точно по расписанию, за неё Британии были деньги плачены. Свои требования предъявил Казахстан, Байконур-то у них находится, а казахов в космосе до сих пор не было. К полёту подготовили тактара Аубакирова, человека вполне достойного. Тут же возникла и Австрия, заплатившая прилично за отправку на орбиту Франца Фибека. Да, казахские и австрийские космонавты были прилично подготовленными исследователями, полностью заслуживавшими участие в космической экспедиции. Но их ради экономии отправили вдвоём на одном корабле с Волковым в качестве командира экипажа. Вернуться, соответственно, тоже могли только три человека, а казах и австриец не были готовы к долговременному пребыванию на орбите. Как делали выбор между Криколевым и Арцебарским, не вполне ясно. Но ясен итог. Арцебарский увёз на землю Фибека и Аубакирова, Волков остался на станции. И Криколёв остался. А теперь ещё один важный момент. Возвращение этих двоих на землю произошло 25 марта 1992 года. То есть стартовали оба ещё из СССР. Волков прибыл на станцию 2 октября 1991 года, а вернулись уже в независимую Россию. Отсюда и легенда о последнем гражданине СССР. Каковое почётное звание с Криколевым имеет все основания делить Волков. Но запомнился всем именно Криколёв. Явно нездоровый после слишком длительного пребывания в невесомости, но с буквами СССР и красным флагом на скафандре. Многогранные таланты и тяжёлый характер. А что было дальше? Вроде всё хорошо было. За свой затянувшийся полёт Криколёв получил звание Героя России за номер один. Потом было ещё 4 полёта, затем — солидные должности в энергии, Центре подготовки космонавтов и Роскосмосе. Как всякий действительно талантливый человек, Сергей Константинович не замыкался на одной сфере. Он реализовался как энтузиаст планёрного спорта, став чемпионом мира в командном зачёте. Ещё он оказался великолепным фотохудожником, делавшим в том числе объёмные снимки с орбиты. У него были персональные выставки. Он также защитил диссертацию по психологии. Но при всём этом в его характере всегда сохранялось и периодически проявлялось нечто нерыночное, снова и снова заставляющее задуматься о причинах забывания в космосе именно его. Самая громкая история разразилась в июне 2021 года, когда в прессу просочилась информация о том, что Крикалёв уволен с поста исполнительного директора Роскосмоса за нарушение корпоративной этики. Оставим в стороне вопрос корпоративной этики как таковой, хотя с какого перепугу она должна от общепринятой отличаться. Ибо тут было как раз известно, что конкретно было истолковано как её нарушение. Крикалёв решительно возразил против отправки на МКС съёмочной группы фильма «Вызов». Он открыто назвал это нецелевым использованием дорогостоящего оборудования и государственных средств. Тут уж был большой скандал. Действительно, на тот момент Сергей Константинович был единственным настоящим космонавтом в руководстве Роскосмоса. И его попытались отстранить из-за вполне официального и по рангу вообще-то положенного особого мнения по поводу весьма сомнительного коммерческого проекта. Скандал «Вопрос» и решил. Шум в прессе заставил руководство Роскосмоса сдать назад и сохранить должность за Крикалёвым. А проект «Вызов» получился хоть и явно непровальным, но столь же явно и не с ног шибательным успехом, ради которого стоило тратить ресурсы Роскосмоса. В общем, Сергей Крикалёв, похоже, таки остаётся последним гражданином СССР. Во всяком случае, рассуждает он скорее по-советски, чем по-рыночному. В космической сфере ему видятся неприбыльные проекты, о исследовании Луны и Марса. Он уверен, что космос — не та сфера, где в основе должно лежать сведение дебета с кредитом. СССР не думал о доходах, отправляя в космос Гагарина, и в результате выиграл очень много. Одна из легенд о Крикалёве гласит, что они с Арцебарским в свой легендарный полёт нелегально, под скафандром Арцебарского, почти как молодогвардейцы, протащили флаг СССР. Во время выхода в космос они закрепили его на одной из ферм станции «Мир». Советскому Союзу оставалось жить считанные дни. Сергей Крикалёв, один из самых известных русских космонавтов, оказался в космосе в момент развала своей страны. Пилот вылетал из Советского Союза, а на Землю его возвращали уже в другую державу. Очередная космическая экспедиция с советскими пилотами отправилась на станцию «Мир» в мае 1991 года. Экипаж возглавлял командир Анатолий Арцебарский, бортинженером стал Сергей Крикалёв. К русским присоединилась британка Хелен Шарман, которая буквально через неделю вернулась на Землю с предыдущей миссией с мира. Советские лётчики спокойно работали на станции всё лето, неоднократно выходили в открытый космос, проводили научные эксперименты и плановые работы по обслуживанию станции. Тем временем события на Земле развивались своим чередом. И августовский путь, и дальнейший распад СССР отодвинули на задний план космические программы. Развал страны значительно скорректировал и бюджеты, однако при этом не отменил обязательств по международным соглашениям. Согласно совместным космическим программам, в космос отправлялись экипажи из Австрии и Казахстана. Сначала планировался полёт космонавтов двумя разными миссиями, однако средств катастрофически не хватало, и в итоге на мир был отправлен один корабль, в котором не было места для того, чтобы вернуть на Землю всех космонавтов, включая двух русских. Сергей Крикалев был вынужден остаться на орбитальной станции в ожидании следующей миссии. И его пребывание в космосе затянулось ещё на полгода. Смогли вернуть забытого астронавта уже только в марте 1992 года. Возвращался Сергей Крикалёв в совсем другую страну — Россию. Спасение американцев. Уже к концу года Крикалёв вновь отправился в космос. На этот раз в составе миссии НАСА. Знаменитый российский астронавт был выбран для участия в первом совместном американо-российском полёте на корабле многоразового использования «Шаттли Дискавери». Полёт СЦ-60 от 3 февраля 1994 года был вторым с модулем «Спейсхэп» и первым полётом с устройством ВВ «Вэйкшилд Фасилити». Шаттл совершил 130 витков вокруг Земли и осуществил посадку спустя 8 дней после запуска во Флориде в космическом центре имени Кеннеди. Сергей Крикалёв стал первым российским космонавтом, летавшим на американском «Шаттле». Кстати, интересный показательный случай произошёл во время этой миссии. В «Шаттле» отказала электроника жизнеобеспечения и был повреждён воздуховод. Американцы собирались дожидаться дублирующего корабля с Земли, как это предусматривала инструкция, однако россиянин смог устранить поломку и восстановил работу приборов. Это произвело неизгладимое впечатление на американских коллег. И по слухам, именно этот эпизод, а также случай полугодовой давности с затянувшейся экспедиции Крикалева легли в основу эпизода в фильме «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Вспомните немного сумасшедшего русского гения, космонавта-полковника Льва Андропова, который жил на космической станции и спас в итоге американцев ударом разводного ключа. По завершению американской миссии Сергей Крикалёв регулярно направлялся в командировки в космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне для работы в Центре управления полетами с поисково-спасательной службой в ходе совместных американо-российских космических миссий. Российский астронавт вошел также в экипаж Международной космической станции и первым в декабре 1998 побывал с краткосрочной миссией на челноке НАСА «Индивор». В настоящее время Сергей Крикалёв является первым заместителем генерального директора в ГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения по пилотируемым программам. Его заслуженно называют самым знаменитым в мире после Юрия Алексеевича Гагарина русским космонавтом. Сергея Константиновича Крикалёва знают и восхищаются им во всем мире. Продолжение следует...